Роман Берман, привет! Значит, самое первое, что для меня было важно, что я первый раз назвал чек 400 тысяч за квиз. Вот, и мне сказали да, там потом были уточнения, то есть, значит, все началось с того, что я так некисло бахнул ледов по диванам. То есть, там, по-моему, за день было 15, но этого хватает, чтобы умереть от работы одному менеджеру, потому что у меня их два, но человек, который подбирает диваны там под ткань обивки, под механизм трансформации, это по факту один. Он просто говорит, Ром, я как бы все, не могу, пожалуйста, больше не нужно на месяц. Слишком, слишком много клиентов в кризис. Роман, усмокойся, пожалуйста. Да, то есть, там общая сумма на 600, но единственная проблема наша у меня, за два месяца я бахнул на 4 ляма, есть такая проблема, что мы не можем продать диваны, потому что шоу-рум закрыт, и не факт, когда его еще откроют. Я надеюсь, что откроют 15 июня, когда у нас все закончится, но никто не знает, что будет завтра. Погоди, бахнул ледов на 4 ляма, можно расшифровать, что это означает? Это потенциальная выручка? Да, 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 это потенциальная выручка. То есть, вся проблема, опять же, в том, что человек не может приехать, и из этого мы не можем перевести. То есть, там, может быть, будет и больше. Зачастую люди, например, оставляют заявки, там, 30 тысяч, а потом покупают диван за 200. Вот у меня вот было такое, вот просто мужик оставляет заявку, через час приезжает, такой, я хочу вот этот диван, а там самый дорогой диван от фабрики, вообще самый-самый, он здоровый, огромный, такой, я хочу его, просто так вот берет, 200 просто по карточке оплачивает, такой, а тут еще классные подушки. И еще, я подушек на 15 штук, там, лет еще что-то, и я такой, ну, вот так бывает. Получается, ты делал так, чтобы по 15 лидов в день приходило, по сколько там, по-моему, рублей, по 100 лиды, и дальше ты сделал апселл на 400, правильно? Тысяч на комплекс? Нет, это было... Или что, я запутал? Даже не апселл. Вот когда вот это произошло, мне звонит один такой мужчина, коммерс, в шоу-руме посоветовал директору торгового центра, у которого свой магазин в сантехнике, что, типа, вот тут есть такой вот чувак, он вот так-то бахает, короче, если что, обратись к нему. Мы с ним поговорили, буквально полчаса, там, типа, как ситуация, что, как, отливались, не отливались, там, пра-па-па. Как бы с ним садимся считать цифры, и получается, что если через два месяца он ничего не делает, у него со всеми обязательствами, как аренда, кредиты, сотрудники, у него остается на расчетнике 11 тысяч рублей. Он такой, блин, что-то надо делать. И я говорю, окей, вот сейчас пять тысяч мне, ты на карту просилаешь, мы с тобой брифуемся. Он такой, да, все, отлично. И просто мне, вот, просто тут же мне пятерку дают, я такой, я еще ничего не сделал, а мне уже денег дали. Ну, такого у меня, в принципе, никогда не было. Потом был совершенно прекрасный брифинг, я себе заказал там два килограмма роллов, я сидел, ел роллы, его, короче, брифовал четыре часа. На самом деле оказался очень крутой мужик, он 20 лет занимается сантехникой, там какие-то просто невероятные цифры и масштабы, и понимание, что как делается, и он там с кем только не партнерился, там какие-то бешеные проекты, типа он что-то там продал сантехники для проекта Демиткова, они делали эко-домики, они их полностью, короче, упаковывали. Есть такие мужики прям, да-да-да, понимая, о чем речь, да, вот они такие прям какие-то генерально масштабные. И он такой как бы сам по себе скромненький. Ну вот единственное, что была проблема, он распустил полностью свой отдел продаж, просто потому что они ничего не могут, они только по сарафану работают, то есть как бы у них предел мечтаний – это спин-продажи в оффлайне, когда человек к тебе пришел, ты к нему подошел. Ну я сразу сказал, что следами из интернета такого не бывает, им нужно прям это нормально так разговаривать. Так, квиз на 400к, я вижу уже вопрос от ребят, как квиз на 400к, что туда могло входить, и что это вообще? Ты 600, по-моему, даже называл. Смотрите, ребят, в квизе за 400 тысяч лежит еще 4 канала трафика, это внедрение CRM, скрипты и обучение отдела продаж. Это как бы не просто квиз, как бы я взял и отдал, нет, это как бы такой комплекс, который я обычно делаю, просто я за это раньше денег не брал. Вот, была тоже прикольная история, мы с Денисом сидели, и я стал расписывать, что я вообще делаю в проекте. Я такой пишу, 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 я такой, блин, я же за это 20 тысяч беру, мы такие, не-не-не, что-то как-то не сойдет. Я действительно делал проекты по 20 тысяч, это стоит просто полмульта. Я такой, блин, я так больше не хочу. И мы стали писать, что конкретно сколько стоит, и получилась такая цифра, я такой, ну, получилось, и получилось как бы, и ее осталось только один раз назвать, чтобы был позитивный опыт, потому что люди готовы за вот эту работу отдать столько денег. И люди действительно готовы, даже если это квиз. ну, типа, им без разницы, что это, они даже не понимают, зачем это. Они как бы, мы примерно можем посчитать, сколько, например, это денег принесет. У меня есть табличка, я даже для своей группы делал скринкаст, как ей пользоваться. То есть там при самых-самых минимальных показателях, ну, то есть, например, при максимальной цене клика и минимальных показателях, сколько мы сделаем денег. Как бы я людям показываю, они такие, ну, типа, да, это действительно круто, это окупится, там, например, на второй, на третий месяц. Давай подытожим твои результаты за май. Ну, то, что ты про табличку сказал, уже хочется тебя купить, это прямо интересная фишечка. Расскажи, давай вот еще раз, значит, май. У тебя есть диваны, ты налил туда по 15 лидов в день, налил. Я видел то, что у тебя конверсия с 15% взлетела до 46. Дальше у тебя появился человек, у которого есть диван и начал по сарафану тебя рекомендовать. Так оно обычно все и происходит. Есть такой минус нишевания, то, что если человек нишуется, там, настройки, например, один строитель другому строителю вряд ли будет тебе рекомендовать. Там один чувак ремонты делает, второму звонит по городу. Тут чувак классно мне бизнес сделал, маркетолог. Хочешь, чтобы тебе тоже будет классный маркетинг. А вот когда ты можешь работать с любой нишей, как раз происходит то, что ты можешь даже лифгенами заниматься. Главное, что ты результаты обеспечиваешь клиентам. Тебя по сарафану, ну, предприниматели друг друга как-то любят поныть хотя бы, поделиться проблемами. И они давно это уже делают обычно в каких-то своих сообществах, в чатиках, либо просто, не знаю, вечерком по телефону. И вот встретил ты проблему с тем, что вот кризис все делал, клиентов нет. А вот есть такой Роман Берман, он мне там своим каким-то маркетингом, подходом наливает по 15 лет в день, то, что у меня вообще никто не справляется, 4 миллиона потенциальной выручки, наверное, он тебе поможет. И возвращаясь к твоим результатам, чтобы прям, типа, раз-два-три. И что из этого сработало тоже, вот чтобы ты выделил ключевое, на что стоит обратить внимание в твоем случае, где была точка роста? Во-первых, моя была первая точка роста, то, что я пошел к Лехе Давыдову и с головой проработал. Второе, я сделал себе тарифы, я понял свою ценность как специалиста. Потом я переделал квиз, я как бы такой, ну, блин, тут вроде у ребят получается, значит, их надо послушать. Мы допилили мой квиз, мы просто буквально оффер поменяли и форму. Это прямо в чате было, когда мы... Да-да-да, это вот прямо в чате мы просто взяли мой квиз на Марквизе, вот мы вот переделали, я перезапустил компанию, там, раз-два-три, она оптимизировалась, просто вот стало вот это. И потом вот как бы пошел сарафан, я не засал и назвал человек 400. Как бы я сказал 400, 190, 50, человек говорит, нет, я возьму за 400, потому что, ну, за 190 какие-то бомжи, короче, берут. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А у тебя какой был максимальный чек для этого? Ну, дай бог, 60, короче, брал, и вот ты то, это вот, ты то там за три месяца мог взять просто, чтобы там, просто чтобы было. А что бы этот человек сказал, если бы ты ему 60 назвал? Он сказал, типа, ну, блин, это, наверное, ты мне какое-то сделаешь фуфло там, еще что-то. Он бы тебе не поверил, ты, наверное, какой-то студент, который нифига не умеет, вот ты кто. За 190 бомжи берут, да, вот такая вот интересная модель мышления у людей, которая, ну, реально, если задача серьезная, если у тебя там крупная фирма, там, не знаю, человек хотя бы 30 работает, несколькими мультов оборота, ну, как бы какому-то там пионеру что-то там за копеечку платить, какой смысл? Поэтому, если у тебя нет предложения там за 400, то тебя его, естественно, не купят. Я уверен, что ты бы и залям ему продал, ну, просто как бы поступательно двигайся, и все будет у тебя круто. Спасибо, что ты поделаешься. То, что я поменял себе коммерсов, у которых там 300, 1500, на те, у кого больше миллиона, там вообще просто абсолютно какое-то другое мышление, у них как-то вообще все гораздо проще двигается. Короче, ты начал работать с теми, кто больше миллиона делает в месяц. Да. С ними проще. Красавчик. Продолжай в том же духе, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова